В Ак-Тубе устраняют последствия ночного дождя. Но утром горожане падали, едва выйдя из дома. И в школьных дворах лед мешал детям и родителям спокойно дойти до дверей учебных заведений. А чиновники утверждают, к ним претензий не поступало. Они, оказывается, успели заранее позаботиться о безопасности пешеходов. И теперь учат этому председателей ОСИ. На дворовых территориях, где ответственность КСК, ОСИ, не проводятся такие работы по очистке или даже посыпке песко-соляной смесью хотя бы перед крыльцом дома. И много таких случаев, когда жители во своих дворах падают и попадают в трампурты. И поэтому хотелось бы, чтобы КСК, ОСИ тоже взяли ответственность и провели такие работы. После критики от горожан, которые в начале месяца массово попадали в больницу с травмами из-за гололеда, чиновники стали расторопнее. По крайней мере, сегодня на главных улицах города было не так травмоопасно. Но вот во дворах школы многоэтажек все покрылось наледью. За пару часов, пока она не начала таять, в приемный покой БСМП поступили 11 человек. Двоих пришлось госпитализировать. Ночью из-за гололедицы закрывали участок трассы Самара-Шимкент от поселка Карабутак до границы Казалардинской области. Непростая ситуация на трассах в Восточном Казахстане. Там разгулялась сильная метель. В условиях непогоды ночью полицейские помогли водителю КамАЗа. У него лопнуло колесо, и из-за сильного ветра машина с трудом продолжила путь. Продолжение следует...